друзья всем привет ну вот и дошли руки чтобы показать вам как чувствует себя две материнских орхидеи которые появились у нас на канале один год и пять месяцев назад 20 мая 2021 года у нас был обзор мы вместе с вами вскрывали посылку с этими двумя орхидеями и делали обзор как они себя чувствует и вот по прошествии одного года и пяти месяцев хочу подвести такой небольшой уже итог о том что мы делали с этими орхидеями и какие в каких проектах эти орхидеи у нас а принимали участие ну напомню что еще раз по этих двух вот у этой орхидеи и 2 я сейчас переверну камеру и буду все подробно показывать и рассказывать а там есть на что обратить внимание и я уверен что те процедуры которые мы за эти практи почти полтора года проделывали вот с этими двумя орхидеями будут интересны практически всем кто увлекается именно орхидеями фалинопсисами и покупает орхидеи в интернет магазинах у продавцов которые торгуют азиатскими орхидеями вот эти вот орхидеи они были взрослыми материнскими растениями ну не такими конечно большими как сейчас но скажем достаточно уже зрелыми орхидеями потому что почему материнским потому что от этой орхидеи и от второй орхидеи а это у нас айскрим бабочка орхидея на нас цвела огромным цветоносом я не раз ее показывал сейчас она уже второе будет у нее домашнее цветение выпустила цветоносы мы еще одну сейчас орхидею покажем покажу я переверну камеру и крупненько мы посмотрим я снимаю друзья разрешение 4k и поэтому наши видео можно смотреть на больших телевизорах и все в подробностях и в деталях рассматривать да и вот эти орхидеи друзья обе две орхидеи имеют свой отдельный плейлист который называется материнские орхидеи бабочки а их син спот леопард и айскрим вот эти две орхидеи и они вобрали в себя ну наверное ну не знаю несколько историй первое это значит история о том как не все орхидеи любят закрытую посадку да потому что и эту орхидею и вторую орхидею сейчас я ее возьму покажу она маленькая но на это есть причины то есть она за эти полтора года не разрослась но у нее веская очень веская причина и вы сейчас поймете какая те кто не следил за историей этих орхидей и в общем значит эти две орхидеи мы абсолютно одинаково пересаживали закрытую систему вот как вот эту вот видите это орхидея прекрасно себя чувствует больше года здесь растет зацвела большим таким цветоносом отсюда камень наложил крупный такой скулак чтобы горшок не падал у меня и она вот здесь вот висели весь этот год и всю практически зиму прошедшую от висели эти как его скажите мне цветы вот этой вот этого айскрима друзья орхидеи айскрим бабочки нежно-нежно желтый и вот 2 орхидеи не понравилась посадка в закрытой системе она сперва нарастила корни потом резко их стала терять корни по каким-то причинам стали задыхаться стала желтить нижние листья пришлось нам эту орхидею доставать пересаживать защищать и посадить все в ту же посадку но я имею виду в тот же грунт но а уже в полу закрытый вот в полу закрытой посадки орхидея стала смотрите прекрасно наращивать новый новый корни по новому но она значит не росла и не росла то есть вот как она была с одним значит листиком поврежденным а я вот сейчас обязательно вам ставлю вот сюда кадры из распаковки которые проходили год и пять месяцев назад посмотрите да но немножко конечно такой видавший виды да такое прям взрослое растение есть физика у орхидеи до физические повреждения листьев но это знаете почему потому что ну видать ну не знаю при транспортировке а может быть еще что-то немножко рассекли что ли ну в общем вот так но при этом друзья орхидея уже цвела не рассмотрите какими огроменными толстыми цветоносами орхидея просто роскошная большая сейчас я вам ее образец фото поставлю вы просто обалдеете вы просто обалдеете так ну смотрите друзья смотрите название не смотрите вот здесь а она просто внутренние от сумья а ми-15 но друзья это леопард а их 7 леопард посмотрите его цветение это бабочка роскошный обалденный просто просто ну красавчик из красавчиков вот от него наводнены детками маленькие сеянцы которые 1 из 7 продаются в группах ну может быть не грудь только от него вот от подобных экземпляров то есть вот таких вот взрослых крупных роскошных посмотрите вот такой вот образец и вот друзья за эти год и пять месяцев она так и не так и не выросла ни на один листочек и вот тот самый листик который я при распаковке этой орхидеи сказал что ну возможно механическое повреждение до поломанный вот он но друзья значит смысл в чем это орхидея оказалась но это уже спустя месяц и наверное я понял что это орхидея оказалась со сломанной точкой роста видать либо при у российского продавца который продавал эту орхидею это орхидея упала или что-то произошло что сломала вот этот листик потому что этот листик у нас смотрите он уже последние несколько месяцев прям просто вы знаете как на сопельках такой держится болтыхляется либо это еще в оранжерее у тайваньского продавца который сюда в россию высылал эту орхидею . рост повредилась за счет вот поломки вот этого листика и сейчас он друзья этот листик существует буквально вот как помните недавно мы вместе с вами разделяли орхидею беглиб желтый беглиб и отделяли от основания срезали макушку и никак не представлялось возможным значит срезать макушку так чтобы не повредить один из двух листьев оставшихся и вот мы так резанули что один лист у нас буквально надрезался то есть мы отрезали макушку все с ней замечательно она растет напускала корней а вот значит пенек с двумя листьями он остался он уже выпустил видите диетку это будет отдельная рассказ про это все но о чем к чему я к тому что тот надрезанный листик мы не стали удалять видите он буквально здесь держится ну вот ну наверное на полоски полоски тканей листика размером на толщиной со спичку всего то есть но он и не растет никуда ничего то есть но при этом он существует живет вот за счет небольшого такого оставшегося соединения видео надрезанный с обоих сторон и вот только здесь на пяточки он присоединен к основанию вот примерно такая же вероятно ситуация произошла и а вот с этой орхидеи когда либо ее уронили либо еще что-то этот листик надломился и все то есть он перестал расти а держится за счет там небольшой небольшого участка соединенного там с основанием этой орхидеи вот она постепенно теряла листья от первоначальной той орхидеи тут осталось всего вот четыре листика хотя изначально по моему было 6 или 7 листиков но за это время она нарастила не только корни но и выпустила деточку да это вот детка видите а детка которая выпустила цветонос а вон он цветонос у нас это детка вот он видите вот он вот он рядом корень а вот цветонос но я еще сейчас камеру переключу и покрупнее покажу в общем друзья значит обе эти орхидеи вот это зацветает в первом своем домашнем цветении а это aixin spot леопард а наша с вами слониха ice cream она уже зацветает вот вторым домашним цветением и слава богу у нас с обоими орхидеями все в порядке значит какое было основное средство по как сказать по стимуляции этих орхидей значит основным средством по стимуляции этих орхидей это был наш уже не знаю ставший я не знаю классикой жанра энергетический стимулятор энергетический тоник получаемый при смешивании в воде янтарной кислоты и нашатырного спирта и вещество которое получается при смешивании называется цукцинат аммония или по-другому аммонийная соль янтарной кислоты и вот этот энергетический тоник он вот мы его применяли на обоих вот этих вот орхидеях и опрыскивали и в обоих случаях у нас орхидея ну вы сами видите результаты то есть вот такой вот вот такая вот обработка еще значит вот с этой орхидеи а она у нас принимала участие в проекте по значит у нее новые листья помните росли и были прозрачными с желтыми такими прозрачными пятнами и это значит к теме почему желтеют листья именно желтизна такая знаете она но не целиком лист желтеют а вот прям сквозные такие вот пятнышки как рыбая становится я в одном из видео рассказывал что причины этому могут быть либо нехватка определенных микроэлементов из-за недокорма либо нехватка этих же элементов из-за наличия в грунте либо на самой орхидеи микроорганизмов которые это патогенные грибки бывают бывают насекомые какие-то определенные вредители которые начинают сосать сок либо селятся грибки бактерий на основании и корневой системы и начинают а тот или иной микроэлемент поглощать и таким образом орхидея недополучает тот элемент который собственно нехватка которого и приводит к желтизне листьев и мы ради эксперимента не стали пичкать эту орхидею тем микроэлементом которого не хватает до а начали сперва обработку эту орхидею от насекомых не от насекомых а от грибково-бактериальных заболеваний мы обработали эту орхидею привикуром помните замачивали привикуром обрабатывали эту орхидею и все сработало вот и орхидея ожила желтизна прошла таким образом мы пришли к выводу что у орхидеи нехватка этих веществ было не из-за того что мы недокармливали эту орхидеи да а нехватка была из-за того что на этой орхидеи по всей вероятности с продажей и из тайваня до из оранжереи по пути вот образовались вот эти вот болячки которые ну грибки или бактерии которые развились и стали результатом их деятельности стало то что орхидея перестала получать те или иные вещества которые привели к желтизне листьев ну в общем вот такая вот еще одна история была с этими орхидеями но на сегодня они вот выглядят так как они выглядят вот сейчас я переверу переверну камеру и уже поближе них а покажу чтобы ну скажем так похвастать и заодно вот я хочу все-таки срезать уже старый цветонос потому что я его держу специально для того чтобы при случае снять на видео что вот все его срезаю хотя вот он начинает просыпаться здесь вот кончик видите но меня перспектива такая не совсем устраивает я бы его все-таки наверное обрезал потому что у орхидеи вот уже лезет новый хороший жирный такой прям с мизинец цветонос вот и собственно такой же жирненький лезет и у этой орхидеи в общем такая вот история и я хочу значит в одном из следующих видео про эти орхидеи как только они чуть-чуть чуть чуть-чуть они вот они сейчас после полива а за день-два до следующего полива я хочу их значит обработать вне корневую сделать подкормку средством очень селитры до селитры средством который мы сейчас кормим вместе с вами орхидеи в темных горшках вот то есть проект такой вот я хочу эти орхидеи опрыски то есть вне корневую сделать обработку не замачивать а именно вот по листьям обработать для эксперимента чтобы посмотреть насколько будет полезна эта обработка для пышного и продолжительного цветения у нас значит вот этот цветонос в прошлом году точнее в этом году начал в прошлом в этом году он цвел он огромный толстый жирный все мощный но у него всего друзья у этого цветоноса несмотря что он такой здоровый было всего вот по даже этим пяточка можно посмотреть 1 2 3 4 5 6 7 8 всего 8 цветков они конечно не маленькие были вот такие вот крупные желтые но всего 8 хотелось бы с учетом того что это орхидея цвела в тайване крупными большим количеством тоже цветоносов вот старые пенечки и эти орхидеи размножали брали из мире стены из растущей ткани брали и в лабораториях размножали в общем клонировали очень делали клонов из одной и за второй потом когда орхидеи эти уже переросли стали слишком взрослые их просто продали сюда в россию то есть они такие крупные и у нас кстати от этой орхидеи есть именно детка а именно от этой орхидеи но это уже история другая это история из другого плейлиста так ну посмотрим их так ну вот они эти наши с вами две слона подобных орхидеи вот это у нас айскрим а это spot леопард вон видно у нее корни у самой детки вот они в пазухах вон смотрите пучком прям полезли внизу а вот здесь вот вот сам цветонос но это вот код все правильно я говорю да все правильно так ну и вот она видите болтается как листик этот но все то есть уже толку то есть ну в смысле как толку в общем это взрослая орхидея она уже расти не будет то есть она вот ее удел это выходить вот эту вот деточку которая слава богу появилась вот и если нам повезет может быть где-то она еще одну какую-нибудь детку выдаст ну это наверно скорее всего когда мы отсоединим вот эту детку потому что потенциал еще у 100 нашей старушки есть у нее еще раз лист два лист три-четыре лист и хорошая корневая система видите такая вот то есть потенциал есть на не на одну детку может быть даже где-то там в глубине от основания еще растет детка ну пока вот одна вот такая вот это айхсин спот леопард орхидея у нее уже даже внутри у нас появились там смотрите такие водоросли какие-то интересные но пока пересаживать не собираюсь потому что она чуть больше года в этой посадке сидит поливая ее и замачиванием и поливая ее потому что здесь у нас фитиль до фитиль вот собственно говоря он и есть маховой фитиль подливаю воду сюда и он впитывает это у нас мог кстати водорослями покрылся а это у нас вторая орхидея крупная вот она айскрим вот у нее цветонос 2 собственно вот так вот она выглядит какая прелесть какие-то родные и корни с которыми мы ее сюда изначально пересаживали они уже отмерли но при этом орхидея нарастила огромное количество собственных корней так давайте все-таки срежу потому что он мешает за все цепляется мне совсем неудобно в общем я наверно старый цветонос оставлю одну почку вот у нас одна почка вторая третья четвертая пятая и вот наверное вот шестая и вот по эту почку я ее сейчас срежу это потому что цепляется на полке за все вот так вот с таким обрезанным цветоносом мне легче легче держать на полочках ну в общем вот такая вот друзья орхидея и уже хочешь купы можно пересаживать на за этот за эти полтора года разорослась как смотрите вот но пускай она еще наверное сезон процветет а потом мы ее возможно пересадим возможно пересадим а вот эти листья которые у нас были желтыми пятнами сейчас они прям мощные вот этот вот вот этот вот желтизна желтые пятна пропали все друзья вот такая вот у нас история с этими орхидеями еще раз хочу показать вам значит на главной странице есть раздел вот плейлистов нажимаем на плейлисты и здесь в разделе плейлистов огромное количество различных плейлистов по разным темам друзья посмотрите вот разные темы так а где наша вот они вот наш плейлист который называется материнские орхидеи бабочки айскрим и вот собственно вот видео видео в котором я с такой стрижкой знаете какая красота да на заднем плане все обалденные вот это май двадцать первого года ну май двадцать второго года тоже такая же красота была и сейчас май будет двадцать третьего ну конечно половину орхидеи мы отсюда уже разыграли на нашем канале толпу фэйры разыграли вот они албу фэйры одна вторая здесь тоже кучу серфсонги разыграли много орхидеи разыграли вот в общем вот плейлист и в нем в этом плейлисте вот который называется материнские орхидеи бабочки собраны самого первого вот собраны все видео с процедурами со всеми что мы и как проделывали вот вот все видео так что заходите в любой так плейлист и в любом плейлисте вот так видео самого первого и до последнего на текущий момент и вот сегодняшнее видео которое я сейчас снимаю она будет уже четырнадцатым все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи следующем видео всем пока потом чавкает мазь ты чё цветоносом обрезанный цветонос взял и она его чавкает его мащуша как всегда со мной тут все друзья всем пока